В Таджикистане установят китайские камеры для распознавания лиц. Президент Туркменистана назначил своего сына губернатором. В Таджикистане ввели уголовную ответственность за передачу сим-карт. В ближайшее время в столице и других крупных городах Таджикистана будут установлены видеокамеры, способные распознавать лица. Об этом сообщает радио ЗАДИ со ссылкой на заместителя руководителя центра Шахри-Бехатар, безопасный город Фурката Шуимардонова. По словам Шаймардонова, новые видеокамеры производства китайской компании Huawei будут установлены во всех крупных городах страны, в местах большого скопления людей, в аэропортах, на вокзалах, в торговых центрах, на рынках. Следует напомнить, что система «Безопасный город» была запущена в Душанбе осенью 2013 года. Тогда в Душанбе было установлено 855 камер наблюдения. Проект обошелся в 22 миллиона долларов США. В основном это деньги Китая, который в рамках ШОС предоставил в качестве долгосрочного кредита 20,9 миллиона на реализацию проекта. Отметим, что в самом Китае при помощи системы видеонаблюдения, оснащенной искусственным интеллектом, проводится политика тотального контроля над мусульманами Восточного Туркестана уже на протяжении многих лет. По мнению наблюдателей, основной целью запуска системы «Безопасный город» в 2013 году было не обеспечение безопасности жителей столицы, а установление тотального контроля над самими жителями ради обезопасивания режима Рахмона и предотвращения религиозного и политического возрождения в стране. Примечательно, что, согласно исламу, тотальная слежка за гражданами является запретной, и органы безопасности имеют право следить лишь за теми, кто вызывает обоснованные подозрения и представляет угрозу для безопасности. Так, статья 72 проекта Исламской Конституции, которую подготовила одна из международных исламских политических партий, говорится. Статья 72. Угрозой для внутренней стабильности, которую устраняет отдел внутренней безопасности, является отступление от ислама, бунт против государства, грабеж, насилие над личностью, нанесение телесных повреждений, убийство, унижение чести и достоинства, равно как сотрудничество с подозрительными лицами, которые шпионят в пользу неверных и врагов. Об этом же говорит и шакирхон дому Лойс Душанбе, который прокомментировал данную новость нашему каналу по телефону. Всевышний Аллах говорит в суре Аль-Худжурат И не выслеживайте, что указывает на запретность установления тотальной слежки за населением. Об этом же сообщил и посланник Аллаха, когда сказал Кто съест кусок еды, заработанный слежкой за мусульманином, Аллах накормит его таким же куском огня ада. Кто наденет какую-нибудь одежду, заработанную им слежкой за мусульманином, того Аллах облечет в такую же одежду из огня ада. Мусульмане в своем государстве на протяжении всей истории, независимо от того, какой султан находился у власти, никогда не жили при полицейском режиме, где каждый бы находился под постоянным наблюдением. Сегодня же народ Таджикистана живет под постоянным контролем. И если раньше камеры для слежки были только в мечетях, то теперь они будут повсюду. Конечно же, режим Рахмона, в существовании стабильности которого заинтересованы лишь наши враги, опасающиеся возвращения народа к своей религии, далек от богобоязненности и притворяет в Таджикистане жесткую антиисламскую секуляристскую систему, попутно не забывая набивать нашими деньгами свои карманы и карманы своих родственников. Президент Туркменистана назначил своего 37-летнего сына Сердара Бердымухамедова на пост главы Ахалского вилаята. Об этом пишет хроника Туркменистана со ссылкой на госинформагентство страны. Ранее Сердар Бердымухамедов был заместителем Хакима. Ахалский вилаят находится на юге центральной части Туркменистана. Площадь вилаята 97 160 квадратных километров. Население около 950 тысяч человек. Доля экономики вилаята в валовом региональном продукте составляет более 23%. В 2000 году на Ахалский вилаят приходилось 11% всех рабочих мест Туркмении, 23% продукции сельского хозяйства по стоимости, а также 31% общего объема промышленного производства в стране. Регион является лидером в стране по объему добычи газа – 43%. Напомним, что аналогичная ситуация наблюдается и в других странах региона, когда диктаторы назначают своих детей на ключевые посты, тем самым готовя их в качестве преемника. К примеру, точно по такой же схеме действует и президент Таджикистана Мамали Рахмон, который уже долгое время готовит почву для передачи власти своему сыну, ради чего он даже изменил конституцию страны. Остаюсь председателем Совета безопасности. Не отстают от них и Шавкат Мирзияев с Нурсултаном Назарбаевым, чьи дочери также занимают важные государственные посты страны. Мамали Рахмон подписал поправки в Уголовный кодекс и кодекс об административных правонарушениях, которые вводят ответственность за применение сим-карт в так называемых экстремистских и террористических целях, сообщает пресс-служба президента страны. Отныне к ответственности будут привлекаться в том числе лица, которые передают свои сим-карты тем, кто использует их для совершения преступлений. На данный момент в соответствии с постановлением правительства Таджикистана о порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказании услуг, связанных с ними, в обязательном порядке проводится кампания по перерегистрации сим-карт на паспорта нового образца до 15 августа 2019 года. Сим-карты, владельцы которых не успели перерегистрировать свои номера, будут заблокированы. Эксперты считают, что такая формулировка, как применение сим-карт в экстремистских и террористических целях, может означать лишь то, что власти решили еще сильнее ужесточить уже и так тотальный контроль за информационной сферой. Ведь ни для кого не секрет, что интернет является для жителей страны единственным источником объективной и правдивой информации, а значит, он представляет серьезную угрозу для режима. Напомним, что власти Таджикистана в течение последних лет проводят целенаправленную политику усложнения доступа населения к интернету. В частности, в апреле этого года они попытались поднять цены на доступ к всемирной паутине в два раза. Однако им пришлось отменить данное решение после широкого резонанса и начала масштабной кампании против режима.